МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Эрмитаж. Говорим и показываем совместный проект телеканала Санкт-Петербург и главного музея страны в студии Михаил Спичка. Здравствуйте. Когда-то гости Эрмитажа поднимались на третий этаж Зимнего дворца, чтобы посмотреть импрессионистов. Это была обязательная часть программы. С тех пор, как художники конца 19-го, начала 20-го веков переселились в главный штаб, их место заняли коллеги постарше. Теперь в запасной галерее, так она называется, разместились работы европейских мастеров 17-го, 18-го веков. В чем особенность этой экспозиции? По какому необычному принципу? Она устроена и как часто обновляется? Об этом говорим с научным сотрудником отдела Западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Владиславом Статкевичем. Владислав, здравствуйте. Доброе утро, Михаил. Большинство экспонатов из фондов музея, то бишь из запасников, означает ли это, что и название запасная галерея нас к этому отсылает? В том числе у Эрмитажа грандиозные гигантские фонды живописи. И, конечно, то, что у нас есть возможность показывать дополнительно в запасной галерее вещи, это и демонстрация произведений из фондов и дополнительной экспозиционной площади. Таким образом, запасная галерея, она расширяет возможности постоянной экспозиции Эрмитажа. Да, у нас есть вещи, которые мы хотели бы показать публике, но в состав постоянной экспозиции привычной они войти не могут в силу нехватки места. А там у нас есть возможность их показать, и это тоже шедевры живописи. Итак, по какому необычному принципу строится экспозиция? В чем его отличие от привычного и традиционного принципа? Там не всегда соблюдается хронологический принцип или строгий принцип деления по национальным школам. Это различные жанры. Есть залы, посвященные портрету разных эпох, есть залы, посвященные натюрморту и другим жанрам. Это такой свободный тематический принцип развески. Можно сказать, что это практически открытое хранение, в которое мы приглашаем наших зрителей, чтобы они могли по нему прогуляться. Ну вот 17-18 век, это, насколько я понимаю, барокко, классицизм, неоклассицизм. Если совместить эти стили в одном зале, то не получится ли эклектика? Да, но в этом есть интерес. Человек может прийти и посмотреть, как по-разному художники – итальянские, фаламандские, голландские, близкие по времени и не очень близкие – мыслили какой-то сюжет, жанр, мотив. Это возможность глубже понять, как развивалось европейское искусство. Можно из главного штаба вернуть некоторые картины, которые в жанре натюрморта. Ну, это я так фантазирую. Можно ли сказать, что вот таким образом сформированная экспозиция является своего рода тоже экспонатом, если не сказать больше, произведением искусства? Каждая экспозиция – это произведение своей эпохи, потому как музейные сотрудники разного времени по-разному мыслят ее, формируют, считают, что так вещи правильнее показывать. Мы можем вспомнить принцип шпалерной развески, который существовал в XIX веке и как он меняется потом. И то, как видятся по-иному разные поколения музейных сотрудников то, что они демонстрируют. В галерее была проведена большая реконструкция. Насколько изменился интерьер галереи? Ну, скажем, цвет стен и так далее. Все-таки он скорее обновился, но не изменился кардинально. Это были такие ремонтные работы. И в 2020 году она открылась и с тех пор менялась уже только в составе тех вещей, которые там есть. Как часто обновляется экспозиция? Это более гибкая структура, чем постоянная экспозиция Эрмитажа? Конечно. Это возможность чаще менять, чем в постоянной экспозиции, где люди привыкли к вещам, с которыми они практически сроднились. Они говорят, мы хотим видеть Снейдерса в зале Снейдерса и вещи, которые знаем с детства там, где им должно. А здесь есть возможность и определенной игры, и творческого процесса. Более того, музей — это живой организм. И какие-то вещи уходят в реставрацию, какие-то уходят на выставки в другие музеи, в центры, спутники Эрмитажа, Эрмитаж Урау, Эрмитаж Выбок и так далее. И запасная галерея дает возможность для этой ротации и смены различных вещей. И тем не менее, хоть мы и пришли к тому, что галерея, экспозиция, она сама по себе такое большое произведение искусства, в данном случае из 19 залов, если я не ошибаюсь. Но тем не менее, это произведение искусства состоит из абсолютно самостоятельных шедевров. И мой коллега Илья Шевченко уже внимательно познакомился с некоторыми из них. Давайте передадим ему слово. Илья, здравствуй. Доброе утро, коллеги и уважаемые телезрители. Приветствую вас в 320-м зале Зимнего дворца, части запасной галереи европейской живописи 17-18 веков. И сразу об обновлении экспозиции. В ее состав теперь включены несколько прежде не выставлявшихся здесь работ, из которых две ключевые. Это натюрморты фламандского живописца 17 века Гаспара Петра Вербрюгина-младшего. Еще недавно, буквально этим летом, они экспонировались на выставке фламандского натюрморта Арс Вивенди здесь, в Эрмитаже, а теперь обрели свое законное место в 320-м зале. Вот обсудим их подробнее. С нами младший научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Полина Анциферова. Полина, доброе утро. Доброе утро. Ну, два таких монументальных портрета. Прежде всего, расскажите, кто на них изображен. Да, действительно, это парные портреты кисти фламандского живописца Вербрюгина-младшего. На них изображен испанский король Филипп V и его супруга Мария Луиза Габриэль-Савойская. Как так получилось, что на фламандской картине находится читая испанских королей. На самом деле, стоит вернуться назад в XVI век, в конец XVI века, когда Нидерланды, будучи единым государством, де-факто и де-юре разделились на два разных государства. И, как мы знаем, получилась протестантская Голландия и католическая Фландия, которая находилась под властью испанской короны. И Филипп V – это испанский король, который взошел на престол в 1700 году, он как раз и правил испанскими Нидерландами, то бишь Фландрией. Да, ну и вот говоря как раз о портретах, я ведь правильно понимаю, что Вербрюгин-младший, будучи фламандским художником XVII века, когда расцвел натюрморт, изобразил, собственно, натюрморт, а автор самих портретов неизвестен. Да, это удивительно и такое часто случается во фламандской живописи, потому что она сугубо декоративна. То есть портрет, несмотря на то, что человек как бы выступает главным героем, он является второстепенным элементом этого монументального произведения. Действительно, натюрморт – это главное, что находится на этой картине. Я предлагаю его подробнее обсудить, ведь правильно понимаю, что в фламандском натюрморте XVII века все символично, ни один цветок здесь случайно не расположен. Конечно, все в глазах смотрящего. Мы видим здесь не только букеты, животрепещущие цветы, но и мифологический сюжет. Примечательно, что цветы здесь разных сезонов, то есть никогда мы не сможем увидеть этот букет вживую в настоящих цветах. Это все напоминает нам о быстротечности времени, о бытии и о многих других аллегорических элементах. Например, на портрете Луизы Марии мы можем видеть опавшие лепестки и капли воды, которые тоже напоминают нам о быстротечности жизни. Что ж, два действительно замечательных парных портрета, поистине монументальные работы, прекрасно подходящие этому залу. Полина, я благодарю вас, большое спасибо. Друзья, ну, совсем малую часть мы показали, практически ничего мы не показали, как вы понимаете, из запасной галереи европейской живописи XVII-XVIII веков. Больше двухсот картин здесь представлено, но все-таки не могу сейчас утаить от вашего взора. Прекрасное дополнение к изучению шедевров живописи, представленных здесь, это, конечно, замечательный вид из окна на дворцовую площадь, который открывается с третьего этажа Зимнего дворца. И не возвращаясь в кадр, я передаю слово студии. Илья, спасибо. Как раз хотел сказать тебе, не забудь посмотреть в окно. И ты это сделал уже без моего напоминания. Можем ли мы как-то представить себе, что вот эти вот работы, эти шедевры, которые уже были в коллекции Эрмитажа, могли влиять на формирование художников русских, ну, 70-х годов XVIII века? Безусловно, европейская живопись и та европейская живопись, которая находится в Эрмитаже, это такая колыбель, из которой вырастается русская живописная школа и XVIII и XIX столетий без мастеров фламандских, голландских, итальянских, без их понимания композиции колорита, это было бы просто невозможно. Ну вот я в том числе подумал и о жанрах. Насколько для них непривычным был автопортрет, я имею в виду русских мастеров, или натюрморт в конце XVIII века? В русской живописи новые жанры входят не столь быстро. Конечно, первыми приходят те, которые заказываются аристократическим заказчикам. Это парадный портрет, это историческая живопись, это те жанры, которые поддерживаются в том числе и Академии художеств. А такие жанры, которые развивались в Европе благодаря городскому населению, это жанры натюрморта, жанр пейзажа, жанр портрета камерного, они входят в русскую школу постепенно, и мы видим, как это происходит уже на таком сломе столетий и скорее в начале XIX. Городское население – это, читай, буржуа? Да, бюргер и буржуа, конечно. И как только эта тенденция стала развиваться в России, очевидно, и вот этот запрос и появился. Можем ли мы себе представить запасную галерею не как часть огромной экспозиции Эрмитажа, а как небольшой, но самостоятельный музей в одном из городов России или в одном из европейских городов? Вполне это достаточно самодостаточная экспозиция, которая показывает и разные школы, и разных художников, и в которой есть и тематический принцип, поэтому она может существовать также и отдельно. Ну и, наверное, завершающий вопрос. Каковы пути развития у запасной галереи, есть ли, может быть, какие-то запасные планы? Совсем недавно, буквально год или полтора назад, у нас открылись залы графики в запасной галереи, и теперь там проходят сменные выставки. Дважды в год мы показываем графические фонды. Но их же нельзя долго экспонировать? Да, это сменные экспозиции. Более того, есть в планах открыть новые залы. Эрмитаж – это живой организм, он продолжает развиваться и старается быть лучше и лучше. Большое спасибо. Мы беседовали с научным сотрудником отдела Западноевропейского изобразительного искусства государственного Эрмитажа Владиславом Статкевичем. Большое спасибо, Владислав. Ну, а я благодарю вас за внимание. Всего хорошего. До встречи.